всем привет ребята с вами снова мэфик давно меня просили друзья сделать одно маленькое видео по поводу на крепление моей камеры к пауэрбанку как все это не сделано как я добился water pro чтобы вода не попадала туда ну в общем решился на это видео значит так подумал ешки картошки столько всего потому что нужны зарядник и батареи и значит нормальный powerbank вот и хорошие кабеля и там клей клей специальные все это паять там резать стругать так далее так далее общем будет самоделка сегодня будем немножко паять и наверное я сделаю несколько видео но чтобы все в одну кучу не мешать итак что у нас имеется первое самое главное это конечно камера у меня это gopro 5 session вот эта камера полностью водозащищенная значит и разъем у нее юсб си далее я заказал специальные кабелечки значит мне захотелось сделать чтобы разъем был не как бы не не вот постоянно да а он отвалился как вот у макбуков знаете называется максейф на магните то есть ты его чпоньк если тебя что-то там куда-нибудь задело ты не разъем выламываешь данного тебя отлетает просто значит магнитный разъемчик вот они два этих разъема вот они разные немножко но обратная часть у них в принципе одинаково они взаимозавидяемые один значит прямой другой угловой но у них есть такой же угловой он еще значит с небольшим диодиком то есть видно что идет зарядка давайте посмотрим на алиэкспрессе где они вот это первый кабель от компании вскен по фотографиям вы наверное уже поняли кабель состоит из двух частей одна часть юсб которая вставляется в зарядник и вторая часть вставляется в устройство соответственно это магнитная площадка и мини юсб микро юсб юсб 3 и lightning в нашем случае нужен юсб си еще один кабель от компании топ кей он угловой и имеет индикатор питания буду пробовать в деле этот этот ссылки традиционно размещены под видео вот две коробочки которые ко мне приехали правый кабель от топ кей вместе с тремя головками и левый кабель от вскен в комплектации идет только кабель а здесь можно поближе посмотреть как работает магнитное соединение усилие магнитика примерно грамм 200 я уже все это тестировал на большом количестве рыбалок работает система безотказно так теперь powerbank ребята я использовал большое количество разных powerbank вот поверьте мне значит у меня их валяется тут куча и со встроенными литийонными паками да и взаимозаменяемыми батареями и так далее так далее что мне нужно от powerbank чтобы он был полностью влагозащищенный чтобы я мог нырнуть в море и ничего с ним не случилось что я в итоге выбрал вот такой вот значит байсикл мобайл powerbox что он позволяет он также позволяет в принципе заряжать батареи взаимозаимозаменяемыми батареями естественно вот они эти батареи формата 2650 так вот они взаимозаменяемые здесь он полностью вода значит waterproof влагозащищенный и он в принципе умеет заряжать но я эту функцию у него уберу я заряжаю отдельным значит отдельным устройством давайте посмотрим этот powerbank как вы уже поняли предназначен для велосипедов у него достаточно хорошая влагозащита который можно усовершенствовать и он будет полностью водонепроницаемый самое главное для меня это сменные литий-ион аккумуляторы формата 26 650 с хорошими банками камера сможет работать целый день имея запасные аккумуляторы достаточно их просто заменить упаковка перед вами можете на паузе повнимательнее рассмотреть еще один немаловажный плюс этого powerbank у него есть проушины я прям креплю его к нагруднику камеру через них комплект еще идет ремешок но на самом деле здесь он не нужен еще один плюс что батарея включается нажатием одной кнопки и не выключается до тех пор пока вы не нажмете еще раз или батарея сядет почти все powerbank и сами выключаются после после того как подключенное устройство зарядилась или по некому тайм-ауту в нашем случае батарея должна быть всегда включена принудительно вот эта резинка кстати обеспечивает влагозащиту из powerbank и выходит два провода usb 5 вольт и dc джек 84 вольт который можно использовать для питания внешних устройств и для зарядки внутренних аккумуляторов далее батареи батареи это одна из немаловажных частей всего этого дела но вот поэтому я взял хорошие батареи формата 2650 размер литий-ион значит с емкостью 5 и 5 ампера да то есть 5500 миллиампер час заказал я их не на или экспрессе и там нигде не на ebay я заказал их напрямую значит у китайского производителя батареи это шок-ли как я нашел сейчас объясню посмотрите это сайт производителя батарей ссылку естественно оставлю под видео спецификациях батареи сказано что продолжительный ток разрядки у нее может быть до 20 ампер у нас будет чуть больше 3 ампер и это как раз два ампера после 5 вольтового преобразователя эти банки обошлись мне в 5 и 2 доллара но плюс еще пересылка конечно ребят если они добавят свои банки на алиэкспресс я обязательно положу ссылку под видео а так кто хочет купить связывается с ними по почте вы можете заказать на этом сайте батарейки а как я их вообще нашел здесь небольшой сайт это уже оставлю ссылка под видео вот человек заказывает из китая разные батарейки и вот вот это шок-ли и мр 2650 это наверное единственная батарея которая дал правильный результат у нее реально больше мощность чем чем заявлен то есть заявлен 5500 а реально там вот он намерил тут 5600 5 628 то есть на 100 миллиампер час больше чем нужно дальше чтобы не изувечить родную дверку куда вот это вот вот это вот для gopro я заказал абсолютно такую же как значит заменяемую часть до replacement part так называемый заказал я прям на gopro стоит эта деталька 20 баксов в принципе конечно и можно не покупать можно попробовать сделать одного раза но для погружения до 10 метров реально я бы советовал ставить нормальную крышку в принципе вы можете заказать на ebay я оставлю ссылку под видео вот на ebay тут куча по разным ценам то есть все есть ну ладно ребята давайте перейдем к монтажному столу и я наконец вам покажу как я сделал себе значит это водозащищенное подключение поехали у gopro session очень хорошо сделано влагозащита разъема очень просто и очень эффективно открываемые снимаем крышку деталь которая обеспечивает защиту это серая силиконовая прокладка с бортиками со стороны разъемов она мягкая со стороны крышки она жесткая пластиковая крышки она просто приклеена на двусторонний скотч аккуратно и и отклеиваем так вот чтобы обеспечить влагозащиту крышка просто прижимает эту силиконовую прокладку к стенке с разъемами теперь самое сложное нужно правильно наметить и аккуратно вырезать отверстие для разъема с магнитной площадкой вставленный разъем выпирает за крышку примерно на миллиметр вырезал я конечно это не под камеру процесс долгий трудоемкий но в итоге получилось просто идеально магнитная шляпка разъема четко лежит на силиконовой прокладки очень важно ребята использовать правильный клей очень рекомендую конкретно вот этот это однокомпонентный силиконовый клей герметик в итоге получилась прокладка склеенная с разъемом главное без потери эластичности и естественно водонепроницаемая вторая сложная задача не менее аккуратно вырезать круглые отверстия под магнитную головку в металлической крышки в итоге должно получиться вот так подключаем кабель питания к камере видно как зажегся светодиод зарядки а значит все работает зарядка есть теперь давайте посмотрим второй кабель который угловой его в деле я еще не тестировал мне он показался более удобным он не будет торчать в сторону как прямой то есть не будет мешаться и у него есть индикация питания ну что ж давайте теперь заделаем конец этого кабеля в powerbank для этого сначала раскручиваем его контроллер чтобы вытащить плату нужно отпаять две контактные пружины делается очень просто теперь вынимаем плату задача отпаять старый провод припаяем на место него наш новый с магнитом и будет прям огонь снимаем металлический стопор с кабеля колечко нам еще пригодится отпаиваем старый кабель он больше не нужен теперь хорошо вы приклеить эту резиновую кнопку к пластмассовой крышке дополнительная защита от воды не повредит я использовал все тот же клей super x 8008 от 71 только белого цвета а пока клей высыхает можно приготовить кабель в смысле отрезать очистить залудить powerbank у меня находится на спине я отмерил примерно 75 сантиметров вот у меня все высохло все готово нужно просунуть кабель и припаять его и конечно не забыть про стопорок удивительно но в этом кабель оказалось два минусовых провода белый и зеленый припаиваем их площадке с названием в минус ну а красный плюс соответственно кв плюс а вообще пользуйтесь мультиметром чтобы определить где плюс диминус теперь устанавливаем крышку тоже смотрите плюс к плюсу припаиваем оба пружинных контакта и все почти готово осталось сделать влагозащиту кабеля именно поэтому я не пропускал сюда нейлоновую оплетку сам кабель силиконовый и вместе с хорошим количеством клея он обеспечит прекрасную водонепроницаемость вот так это должно выглядеть оставляем сушиться клей а когда клей немного подсохнет можно натянуть нейлоновую оплетку дополнительно закрепив ее шнуром и все это поверх тоже нужно промазать клеем у меня получилось вот так видите насколько эластичное получается соединение ну вот наконец-то все в сборе обратите внимание как закреплен powerbank при одетом на груднике он находится на спине что абсолютно не мешает рыбалки не сковывает движения нет кучи проводов и рассованных по карманам powerbank of но у нас ребята все подключено давайте проверим что зарядка пойдет включаем powerbank и видно сразу же загорелась индикация на кабеле это значит питание от батареи есть gopro иногда запаздывает с индикацией поэтому включаем ее кнопкой и убеждаемся что зарядка присутствует а у меня также есть еще одна камера от sg cam и под нее я сделал аналогичное соединение чтобы это было все совместимо камера то sg cam sg 5000 plus elite и под нее в свое время выпускались такие аквабоксы которые крепятся на мотоцикл в комплекте шел водозащищенный разъем я немного его поковырял установил магнитный разъем и залился этой эпоксидкой ну и как вы можете наблюдать дорогие друзья все прекрасно работает пользуйтесь на здоровье следующее видео это техноблогика возможно будет про самый лучший powerbank или как я заряжаю литий-ион аккумуляторы поэтому поддержите лайками ну что ж ребята вот что у меня получилось в итоге да то есть это стандартный значит ремень нагрудный здесь у меня висит powerbank от него идет этот кабелечек и он спокойно как маг сейф подключается отключается от камеры всем кому понравилось и помогло это видео обязательно ставьте лайк пишите что-нибудь в комментариях может быть вам еще что интересно я еще что-нибудь сниму что вы заметили у меня в кадре всем пока г-нэ в г-нэ в г-нэ в г-нэ в г-нэ Субтитры создавал DimaTorzok